Аплодисменты Поэтому, знаете, прежде всего мне просто очень хочется поблагодарить и арт-музу, и наш замечательный коллектив, и, конечно же, Владу Михайловну Липскую, которая прежде всего была инициатором всего этого проекта, и благодаря которой у нас, собственно, все и состоялось. И все те люди, которые были с нами во время этого проекта, это действительно огромное счастье работать в большой команде. Мои кураторы, Владимир Бухинник и Влада Липской, ваши аплодисменты. Аплодисменты Пока весь город не снимется в тениных украшениях, мы не остановимся. А всерьез скажу, пока были съемки, люди, которые приходили за 10-15 минут, все просто волшебным образом расцветали. Психотерапия даже несомненная, так что мы и счастливы, и будем надеяться, что все будут счастливы, кто будет на это все смотреть, мерить и вообще приближаться к тени Хмельницкой, творчески, человечески и всячески. Я хочу сказать, что Тина удивительно светлый человек, я вообще рад знакомству с Тиночкой. Тихо, потерпи секунду. Потому что, ну, Тина так назвала, что я куратор выставки, я не куратор, конечно, я, когда все начиналось, мне казалось, что ну как-то так все, а потом, ну я же за любой кипиш, мне так это все понравилось и так хорошо получилось, вот что я желаю ей творческих успехов, но у нее правда, ее украшения, они очень добрые и светлые, они просто заставляют куражиться. Поэтому я желаю ей творческого куража на долгие годы жизни, пусть она нас не перестает радовать. Спасибо. Спасибо, да, спасибо вам еще раз большое. И в продолжении моей небольшой речи все-таки хочется еще поблагодарить всех наших фотографов, которые принимали участие, особенно Анатолию Зимову. Перед тем, как я его позову на сцену, он уже идет, значит мы потом продолжим еще раз, давай тогда. Спасибо тебе еще раз лично от всех нас и от всех моделей и тебе слово. На самом деле был вообще не готов, потому что меня вызовут на сцену. Было очень приятно участвовать в этом проекте, это было весело, было очень интересно, знакомиться с новыми людьми и если этот проект будет продолжаться, я с удовольствием и продолжу в нем участвовать, продолжу снимать людей Питера. И спасибо всем тем, кто был в объективе моей камеры. И нашего второго любимого фотографа Александра Поксинский. Вам слово! Друзья, не стесняйтесь, приветствуюсь, рано или поздно на этой сцене окажетесь вы сегодня, учитывая ситуацию. Приятно видеть на сцене всех новых друзей, старых друзей, они все для нас великолепно сегодня выглядят. Очень приятно, что такое мероприятие, мне кажется, будет продолжаться, потому что уже по предварительным данным, понравилось. Я буду с удовольствием участвовать с моим другом и приглашаю вас всех к этому действию. Спасибо вам. Спасибо большое вам, господа, спасибо огромное за то, что мы с вами становимся свидетелями такой невероятной красоты. Кстати, кто еще не бывал на выставке, впереди еще целый месяц, до 11 сентября она работает здесь, в Art Museum, вот прям здесь, очень творчески все развесили, да, на потолке, под крышей, буквально, ну, потому что там, где этому творчеству и место, на самом верху. Кстати, как вы понимаете, никто не был готов вообще к сегодняшнему мероприятию, у нас вот в такой, в такой атмосфере, это творчество, чего уж тут поделать. Друзья, спасибо большое вам еще раз. И прямо сейчас, вот, знал я, что недаром я надеваю галстук со свадьбы, потому что сейчас свадебные традиции начнутся, это невероятная задумка самой Тины, она расскажет об этом поподробнее. Кстати, о свадьбах. Плюс семь, девятьсот двадцать один, тридцать семь, тридцать семь, пять, шесть, два, свадьбы, дни рождения, юбилей, открытие, закрытие. Дорогие друзья, тем, кто уже знаком с моим творчеством, еще не очень знаком, но те, которые были со мной с самого начала моего творческого пути, знают, что первые украшения назывались и входили в серию украшений, которые должны быть с чувством юмора и вызывать улыбку. И, конечно же, прежде всего, это были украшения, главным элементом декора которых становились небольшие забавные игрушки. Поэтому мы сегодня придумали вот такой вот замечательный букет, который мне помогла сделать студия «Цветы и мы». В букете главное украшение — это одно из моих ожерельей. И пару недель назад мы с ребенком гуляли на пляже, и я увидела действительно какую-то романтическую невесту. И вспомнила свою свадьбу, давно это было, и думала, кидала я букет или нет. И я не помню, и никто что-то мне из близких не мог подсказать, было это или не было. Поэтому и сегодня мы решили немножко пофантазировать. Я буду такой импровизированной невестой. А вот этот букет будет букет не невесты, а букет художника. Потому что здесь в зале очень много молодых дизайнеров, художников, людей, которые хотят быть творцами. Поэтому тем, кто его поймает, я желаю приятного ношения моего ожерелья. И тем, кто его поймает, надеюсь, что они станут художниками, потому что я знаю, что есть те, которые об этом мечтают. Итак, внимание! Друзья, поближе, поближе, давайте растяжечку потренируем все вместе. Кто? Кто готов стать настоящим художником? Подождите, Тина, пусть наши очаровательные зрители подойдут поближе. Хотя, честно говоря, я не знаю размах руки, амплитуду вот эту, с которой сейчас будет заброс произведен. А вот компании «Цветы» мы большущие благодарности. Так, ну что, готовы вроде бы? Все готовы? Да! Ну тогда командуйте, Тина. Раз, два, три! Попах! Попах! Голову блестящего человека во всех этих сферах. Молодой человек! Уважаемый победитель, скорее, скорее, бегите сюда! О, так, приз передается. Судар, у нас впереди очень много интересного. Давайте, давайте, не будем тянуть время. Пускай, ставьтесь для начала. Лариса? Хорошо, что ли? Лариса. Лариса, аплодируем, давайте. Вы, может быть, хотите нам что-то сказать? Хотите ли вы стать художником-творцом? Или это вот судьба? У меня, к сожалению, абсолютно нетворческая профессия, но тем не менее... Кем вы работаете, скажите? Я адвокат. Адвокат нетворческая профессия, а знает творков на этой стезе. Спасибо большое, это очень приятный сюрприз такой, но для меня он очень много значений. Я думаю, что это какой-то знак. Знак свыше. Лариса, главная задача сейчас выковырить из букета замечательный браслет. Удачи вам! Спасибо большое, Тина. Отдайте мне, пожалуйста, вот этот микрофон, который никуда не пропадает. И далеко не уходите. Потому что, вы знаете, господа, действительно сегодня массу интересного организаторы придумали. Во-первых, я еще раз напомню про визитницу, которая пока что еще полупуста. Туда можно положить свою визитку. И в конце вечера, в течение вечера получить приятный подарок. Ну, а прямо сейчас я хочу сообщить о том, что у нас одним из главных блоков вечера задуман аукцион. Сегодня именитые дизайнеры, творческие люди будут представлять свои лоты. И, конечно же, вместе с нами сегодня аукционный дом Ленсовет. Не все.